доброго времени суток дорогие уже зрители с вами в эфире the linux home from podcast и сегодня у нас будет нечто интересное необычное даже хотел сказать сегодня мы практикуем обзор ssh клиентов на акционной системе android в качестве хостовой системы у нас будет android 4.3 кстати забыл представить с вами в студии ваш паркорные слуги полка роте приветствую и лайков вот у нас в качестве платформы android 4.3 можем в этом убедиться вот здесь список приложений этот терминал запущен все все ручечки доступны например на телефонный android вот и у нас есть набор ssh клиентов ну начнем наверно обзор самого старейшего из них это канал бот первый клиент который появился под android вот мы видим что нам рассказывают по всех лицензиях все кредиты и прочее 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 все библиотеки мы соглашаемся принимаем эти лицензии дальше идут полезные пинты подсказки друг говоря вот дальше тут идут подсказки для клавиатурных android здесь хочется очень грустно заходить потому что клавиатурные android к сожалению вымерли практически здесь подсказаны какие клавиш надо нажимать вот целом все это строилось под смартфоны у которых было больше количества клавиш чем мы видим сейчас вот здесь вот ну там всякие еще особенности но ой бывает собственно теперь вот главное окно программы ничего вам пока не доступно мы видим и протокол у нас могут быть тролокал клм это саж нам в принципе интересен только саж здесь поэтому мы попробуем подключиться используем мини компьютер киви-борд так порт по моему у нас там 36 тысяч отлично странно почему она переворачивается так мы наверное забыли про ориентацию да но тут вот в данном случае уже ориентироваться сложно подозреваю что большинство наших людей которые смотрят на ютуб уже успел вырыть голову вправо да я пытаюсь с этим делом совладать но получается плоховато вот пока мы вот лучше сделать вот так наверное лучше сначала будет влезть настройки да и опять у нас только мы выпадает так нет мы не хотим управлять настройки rotation mode force portrait вот сделаем так тут у нас настройщик как раз мы зашли настройки давай упомянем что тут у них есть собственно тут у нас есть возможность окнать ключи поддерживать постоянно да поддерживать постоянно сообщение поддерживает включение да режим эмуляции терминалов здесь у нас есть VT100 ANSI скрин и прочее 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 вот scroll back side скупа линии нам собственно можно вверх или вниз на скупа линии можно вверх или вниз передвигаться вот далее есть rotation mode который мы только что использовали fullscreen так далее у нас настройки есть некоторые для клавиш уже приятные ставим кнопку да кнопка камера что она выполняет у нас вот и дальше тут мы поддерживаем экран постоянно включенным включаем поддерживаем Wi-Fi вот тут вибрация при передаче клавиш стрелок с помощью трекбола ну опять же скажу жаль что многих девайсов с трекболами нынче не существует не производится так звук это у нас он возникает при событии бип все мы его прекрасно знаем можно на максимум выставить тут собственно включаем мы его вибрацию вот и можно включить уведомления то есть допустим если у нас случится какой-то бип у нас здесь появится сверху уведомляшка хорошо пробуем пробуем снова 92 168 1 80 пор 36000 да мы хотим подтверждаем пароль ну собственно вот у нас кубян здесь мы можем посмотреть что у нас есть да пользователь есть неприятная особенность например в zsh у каналов бота дублируется собственно команда которую мы вводили и она переводится на встречу с таком если допустим ввести bash допустим тот же uname а то у нас команда не будет дублироваться вот ну мы успешно подключились по zsh можем сделать такие вещи там допустим у нас много много всяких приложений которые можно собрать из исходного кода что собственно дальше с клиентом тут у нас есть режим копирования вставки даже есть port forwarding сканировать url можно например я там введу url h и там там делаю hp.ck и собственно когда я нажму url scan у нас опять программа свалится кстати вы не думайте что программа обязательно очень пугая как же она падает у нас как я начинаю вам тестируется до из 8.6 у них может быть что на армах все должно работать в тумане ну попробуем допустим да нет вот так и все равно эта функция падает почему-то так тут у нас есть еще такая фишка как публичные ключи собственно мы можем импортировать либо сгенерировать ключи ну например там создадим ключ тест типы rsa или dsa количество бит 1024 можем допустим до того же 4096 поднять вот пароль ключа допустим ну тот же вот 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 в старте подтверждение можно генерировать здесь нам предлагают генерировать энтропию то есть мы должны пальчиком вводить по этой поверхности хаотично и генерировать случайные числа помогать девайсу быстренько нам сгенерировать ключик мы так старательно генерируем 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 отлично мы генерировали здесь хоть здесь программа не пойдет вообще я думаю андроид надо было дать 2 гигабайта ну теперь 2 гигабайта ну теперь смартфоны с гигабайтом на андроиде это довольно таки мало хотя мне хватает вот нажимаем на ключик собственно он предлагает нам пароль LHP разблокировать вот ключ разблокирован можем взять разблокировать его нажимаем длинным тапом на него мы можем скопировать публичный ключ отлично скопировали дальше мы пойдем на ваш любимый кубиборд ну мы завершаем с помощью действий с помощью connect код один раз так мы можем перейти территории SSH смотреть ну допустим создадим файл с авторизованными ключами тапом и мы можем сюда нажимаем наверное вставить вставить ключик что у нас произошло а я нажал я не то нажал а вот тут escape да тут у нас есть экранные клавиши вот они нажимаются тапом на экран тут у нас ctrl escape выбор немножко скудный но что есть то есть теперь сохраняем файлик вот можно разорвать соединение да мы хотим разорвать соединение теперь мы можем подключаться к хосту без использования пароля ну в целом все очень удобно но довольно уже старой не отвечает требованиям допустим что графические библиотеки использованы от старых андроидов это сразу видно то есть мы видим тут менюшки вот такие вот плитки еще еще со старого андроида пошла вот ну в общем стоит пойти дальше посмотреть на форке ибо у connectbot их развелось довольно много ладно наверно вытащим выгрузим его из памяти вот так пойдем к следующему у нас на очереди vx connectbot усовершенствованная версия так тут у нас такие же точно такие же уведомляшки все все тоже самое но уже мы видим что интерфейс переделан под android 4 сразу выставим rotation mode force portrait чтобы не выстрелить себе в ногу вот настройки сначала посмотрим тут у нас уже появляется много много всяких разных кнопочек очень полезно назначать volume up button volume down button то есть тут мы видим что мы можем нажать нажать tab ctrl A then space вот это очень полезная комбинация она позволяет переключать буферы в скрин самым мне кажется разумным будет назначить клавишу ctrl как уменьшую например кнопкой громкости вниз и я ну можно так да вот можно даже search button но по умолчанию search button у нас показывает список URL который нашел на страничке так дальше keep screen awake keep wi-fi active тоже search bumpy arrows вот у нас здесь появляется extended long press меню расширенное меню при длинном нажатии мы его активируем конечно так тут у нас есть специальное окошечко которое по нажатию control может быть вызвано то есть можно ctrl c, ctrl d, ctrl z там еще какие-то комбинации нажимать так символ windows content можно выбрать набор символов которые мы хотим вводить то есть плюс не знаю по моему даже эмоции можно использовать так тут мы оставляем окошечко символов открытым это нам не особо нужно custom key map это собственно для девайсов с клавиатурой вот мы здесь видим как раз последние девайсы которые продавались на рынке с клавиатурой с аппаратной ну дальше у нас также audible bell bell volume vibrator bell так дальше тут у нас есть размеры вот скриншотинка встроенная вот передача файлов есть вот file selection так встроенный oe file manager and explorer то есть мы можем использовать любой из установленных файлов менеджеров они появляются автоматически в этом меню за что мне мне нравится то есть все приложения знают друг от друге да это точно вот download folder здесь конечно очень плохо что нет выбора то есть графического выбора приходится вручную писать куда нам сохранить ну может в принципе в SD-карте донос вот так remote upload folder это куда мы загружать будем файлы upload target prompt так приглашение и передача пони вот ну для дебага мы можем напечатать пишем выводить на экран вклады символов которые мы вводим ну что ж попробуем подключиться здесь у нас также протоколы те же самые с htlnetlocal здесь ничего не изменилось очень жду когда vxconetbot появится функция точнее не функция а протокол mosh это очень клевая штука она в дороге очень помогает взаимодействовать с сервером когда сеть очень стабильна неплохого качества да не стабильна можно переключаться с Wi-Fi на 3G обратно так паблик кейс у нас есть нет можно сгенерировать ну пусть будет 1048 так 4096 так же но l496 с пусть будет s2 так пароль glchp так ну загружаем на старт да и генерируем опять точно такое же меню было генерируем усердно усердно генерируем случайные числа все то же самое практически все перешло от старика connectbot вот генерировали мы вот теперь мы можем его разблокировать разблокировать разблокируем ключ длинным тапом мы копируем публичный ключ и собственно коннексим к нашему знакомому депорт с 2 168 1 8 4 36000 да мы хотим проверить пароль пароль вводим да что я хотел бы показать сразу это Extended Long Press меню собственно тут можно выбрать сразу стрелочки вот они раз опа 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 мы видим что у нас здесь все прекрасно работает вот тут у нас есть окошечко синего добавилось вот видим оно есть нажимаем вот сюда опа у нас есть тут обычное меню посмотрим нет ну-ка не упадет ли нас вот сюда есть что-то вирлскан мы видим отлично вирлскан нажимаем и мы переходим в браузер да и видим встроитель нашего подкаста так что сразу же можно брать урлы и радоваться жизни что еще у нас интересного в меню есть forward forward screen capture так скриншот saved as storage emulated вот он отлично мы снова упали но еще раз если еще раз упали нет не хочет так плей-маркет иди отсюда иди отсюда часы поиск еще раз а вот андроид включенный очень не будем его мучить больше мы видим ли так что картиночка у нас сохранилась в обычном андроиде это все будет работать вот никуда не делась вот эта вот ошибочка которая за этот аж нам дублируют на игрование команды опять же повторяюсь если вывести баш то все нормально это повторяется на андроиде к сожалению никогда не выйти сэсэйч ну я просто сэсэйч привык поэтому не знаю хорошо это или плохо так мы опять идем нажимаем вставил можно было вставить нажимаем вставить у нас тут крючок тест 2 нажимаем escape сохраняемся вот и мы можем собственно отключиться дисконнект жмем теперь включаем снова через сконнект бот в их сконнект бот все у нас текарство все работает ну вот как если посмотреть на все клиенты которые существуют мне больше всего ты не не нравится в их сконнект бот потому что он более всего добилен и он не знаю самый грамотный форк старого коннект бота единственное что ему не хватает пока протокол может его обещали пилить еще на пошлом google summer of код но почему что-то не сложилось ладно пойдем посмотрим на третий форк так мы его убираем отсюда вращаемся с ним браузер тоже пока можно убрать ну и файл менеджер мы выберем вот здесь и рассекомнект бот все так же такое же радужное начало эти же кнопочки вот ну особо не буду рассказывать о том что он об общих всех чертах вот хочу лишь рассказать о лучших настройках этот клиент создавался для совместимости с версия существует ее именно вверх это версия этого версия команд бот который завернут поддержку мож вот новая экспериментальная так settings у нас примерно все то же самое вот экшен бар есть непонятно конечно что это наверное смотреть вот свайп ли прайд так есть вот есть специальные руки для ирси вот какие-то фиксы есть для отдельных девайсов long press menu search button вот оси шиза zfix вот дальше что у нас стоит скорее мини профикс ну и особо ничего интересного в общем этот клиент он как сказать за хардкожен под ирси под использование этого версия клиента консольного вот ну я впервые вижу что под программу затачивали вот именно в таких масштабах и масштабах мобильных мне кажется кстати сразу я понял что уже имеет то же самое звание что программа днрси в принципе диавиона тоже спешит которую я очень часто использую вот поэтому я думаю долго рассматривать его не стоит клиент пойдем к альтернативным вот из хороших клиентов есть сервер аудитор он сразу без всяких приглашал чик предлагает нам подсоединиться вот ну чем мы наверно школьный 6 салют что для наук ну да он писался основном для новых андроидов но честно говоря мне старый интерфейс нравился больше у него была еще старая версия интерфейса где вот тут сверху были вкладочки причем существует эта версия этого же клиента для ios она практически ничем не отличается ну разве что там интерфейс заточен именно что под ios вот ну очень похожи они очень так с хостом на 100 вместо 2 168 18 вот 36 пароль можно сразу задать давайте мы его зададим вот тут что у нас еще есть шрифт можно сбросить вот а тут цветовые схемы всякие давайте не знаю посмотрим на хомбрю размер шрифта гранитура шрифта пром не убирается ну и ладно вот чарт сет можно выбрать да чарт сет по моему во всех ссх клиентах можно выбрать ну за малыми исключениями практически везде ltf 8 поэтому заморачиваться на этом я думаю не стоит подключаемся да мы уверены вот сразу же начинается подсказочки то есть один таб по экрану показывает нам панельку вот превью мод это еще один таб там у нас панелька убирается двойной таб у нас делать таб длинный для копипейста смотрим дальше еще у нас там в общем свайпы жесты все такое двумя пальчиками можно пейджа 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 хомэнд ну двумя пальцами мы наверное вирталбокс не сможем симулировать но все-таки было бы интересно эти же кнопочки есть и в панели вот и тут вас можно собственно нажать длинным табом чтобы кастомизировать панель вот и тут вертикальные свайпы для скроллинга в общем ну видно что люди старались делали здесь уже нет такой ошибки за это саш то есть мы видим что набрали команду и на не дублируется вот можно нажимать control у нас еще функциональные клавиши помощь давай что у нас тут есть кнопочка alt то есть здесь кнопочка alt работает именно как alt то есть если нажму допустим alt право влево он не будет там работать нормально тут стрелочки у нас доступны вот ну например давай идем там попробуем перейти потолок за нос идем зал нажмем tab видим что все прекрасно работает да ну здесь поэтому же должна была возникнуть экранная клавиатура но у нас ее нет поскольку у нас виртуалбокс все-таки вот здесь вызывается экранная клавиатура она перекрывает примерно вот по эту грань вот так в этом режиме можно скролить ну давай например вызовем замеск и постролим читаем скролинг инновационный вроде как еще один таб и мы вручаемся в режим редактирования то есть ну тут интерфейс практически модальный вот тут куча клавиш даже сочетание клавиш есть есть например даже очень трудно вводить бывает с клавиатура есть клавиши pipe наверно control мы возьмем здесь можно не знаю а еще кнопочка hide нажимаем на hide и мы собственно скрываем это соединение нажимаем на него еще раз это очень полезно если у тебя несколько соединений с кем-то на черерам ну да собственно можем смотреть connections вот можем смотреть в хост you are not you have not saved host вот мы можем создать новый хост например также как мы создавали вот тут еще у нас есть настроечки вот тут естественно нам за денежки предлагает про фичи вот learn more вот кросплатформенная синхронация и бкап кастомный виджет да вот а то есть домашний то есть то что в ноуте допустим тебя есть сашконфик ты можешь экспортировать допустим другой хост хомскрин виджет терминал а табы даже лог паттерн есть а фарик он еще и для кинга есть хотя скорее он для кингу фаер так логин а тут еще есть у них еще есть свои аккаунты вот шрифты вот здесь появляется гарнитура может даже не знаю убунту моно поставим давай посмотрим вот connections у нас есть не очень ну да не очень шрифты как сказали бы на лоре шеге так хост нет мы были с этим да так схема размер шрифтов вот а вот ну то собственно видно что это Ubuntu 1 но какой-то он не очень окей допустим ну тут куча их всяких так что нет терминуса ну возьмем привычный нам тяжелу какой-то монос-бейс а тоже клавиши есть вольмап вольмдаун так буфер бэксайз это собственно количество строк есть собственно настройка действий например потрясти девайс ни разу не пользовался конечно но должно быть наверное забавно я обычно назначаю на это control c то есть когда я трясусь в девайсе я хочу что-либо отменить все убрать 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 не должно этого быть вот shake sensitivity то есть чувственность встряски иконка модификации пин-код интервал тайм-аут вот да тут у нас тоже есть режим удации но их куда меньше я думаю от этого не будем страдать да лобин сжатия курсор спин предотвращать засыпание посылать отчеты об ошибках тайм-аут соединение фоне дополнительная клавиатура определение операционной системы в чем это заключается то есть в списке хост будет показан значок операционной системы которым там дебиан убунта макосе или что-то еще рейтас и майлаз и визитас с всего списка и на котором мы посмотрели этот кажется мне наиболее поработанным и продвинутым функционалом что мы получили ну ладно весь мы и говорили платные эти клиенты или открытые это все бесплатные но сервер аудитор он проприетарный да исходник есть такого у форков коннект бас да это конечно к сожалению но я не думаю что это будет воровать ваши ключи хотя паровая да вы если не пользуетесь это не лентик потому что нет никаких гарантий что извините вот извините куда-то они певают здесь далее у нас есть возможность импортирования ключа поиск на sd карте или с помощью файл менеджеров вот далее что у нас там есть можно вставить ключ все поля естественно можно его сгенерировать ну допустим тест 3 тип RSA и DSA также 1096 бас фраза так ключи генерироваться без всяких сил движений для создания вот тут у нас можно здесь edit public key мы можем выделить все немножко тормоза конечно но вот так как есть так required for export это на основном копировать кнопочка да так 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 connections смотрим так переходим вот это сейч так и вставляем сейчас этот ключик так как вставлять то вставлять то отлично справились нажимаем escape нажимаем запись выходим отлично да вы поменяли шиты ну мы видели что по ключику все подключилось Кстати, шлифты можно масштабировать жестом Pinch-to-Zoom. К сожалению, мы не можем его свести в этих условиях. То есть пальчиками стянуть, растянуть и шлифты будут масштабироваться. Очень рада то, что есть выбор шлифтов. То есть какой-никакой есть. Не приходится заниматься патчингом. Довольно-таки проработанный клиент. Жалко, конечно, что проработанный. Выглядит как в следующей генерации. Вместе с предыдущими. Ага. Так, у нас еще один есть. Кандидат на обзор. Мы закроем предыдущих. Джульс Рассаж. Так. Джульс Рассаж keeps the connection safe with AES-256 encryption. Так. Пасфраза. Ну, та же самая. Сразу же заботится о наших безопасности. Ну, тут палец сразу будет, что надо готовить. Вот. Минимум шесть символов, говорит. В это время у меня сел другой Android. Так. Ну, жмем финиш. Так. Connections. Ну, окей. Давайте заднем новое включение. Тут у нас есть уже МОЖ. Вот. Ну, МОЖ сервер у меня пока не установлен. На MyCubeBord. И ты постоянно по стабильным каналам. Думаю, пользоваться этим незачем. Поэтому можно просто сажать. Вот. Никнейм тест. Так. А, нет. Хотя, никнейм это, по-моему, у нас на импульте, или? Не очевидно довольно. Адрес 192.6.8. HDMI 80. Порт 36000. Identity. Это, скорее всего, ключики. Так. Connect wire optional. Ант сниппет optional. Ну допустим, сейв. Хммм. Допустим вот так, ну допустим вот так, private key, это мы потом его создадим, как раз когда посмотрим в менеджер ключей. Так, ну допустим сейф, сюда принимаем сразу же туториал, как обычно бывает на всех клиентах. Размер шрифта, здесь он регулируется кнопками громкости, я думаю, что это страшный растащительство, потому что кнопки громкости полезно задействовать под что-нибудь другое, например, какие-нибудь клавиши типа Tab и прочее. Да, или Ctrl, это будет гораздо полезнее. По папке Board, вы можете нажать на окошко терминал, чтобы вызвать клавиатуру. Вот. И в общем то там будут дополнительные символы. Копирование, вставка такое. Нажмите, используйте долго нажатия для копирования вставки и прочих. Как редкорно выглядит? Да, мы не поняли. Маловат. Да, шифтик у нас, конечно, маловат, да. Ну, допустим, вот тут у нас есть уже приятная классная награда. Так, если ты не метил, в вашей клавиши чуть ли не 100% так же, как в предыдущей машине, где рвайеры пускают. Да, только здесь они в два ряда, и они неизменяемые. То есть там можно звать свой набор, а здесь... Сейчас понятно, кто чем-то угнулялся при выборе именно какой формате парча. Ну, не знаю. Так, можно проверить, допустим, что... Все-таки, наверное, будет нам, нашим зрителям, некомфортно. Да, мы можем работать в бэкграунде. Так... Спорт-форвардс, коннекшнс... Эфл-коннекшнс... Идентитис... Так... Сеттинг... Я, наверное, хочу фонт-сайз. Больше давай. А сделай канал 12. Да. 14. Есть еще побольше, да? Ну, 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. денежки change паспорт, rate us, visit us, about и прочее, connections вот мы собственно видим да тут у нас недавняшечка появилась убрать нечего ну ладно здесь у нас тоже видим что такой ошибки как connect bot серии нет так мы можем нажать на длинный ноте тут у нас есть копирование вставка и прочее ну режим copy допустим make selection почему-то у нас так получилось что выбор текста осуществляется в отдельном окне а не прямо в терминале это да немножко странно в предыдущих клиентах к сожалению я не показал я забыл про это но там все делается прямо в окне терминала а не в отдельном окошке ну в общем такой-то вот клиент можно пользоваться стрелочками home and видим пейджа в пейдждаун fn функциональные клавиши вот не знаю на сколько насчет альта работает ли она здесь как альт именно или стресса выходит комбинацию символов но в целом в основном все способно не очень очевидно в общем меню то есть порт-форвардинг видим здесь все подключения можно их по-моему группировать даже мы разлить будем делать вальтентистатые ключи мы можем их вправить вот да можем сгенерировать тут уже жестко да да насколько бит можно сгенерировать можно вставить вот вот ну давай вот вот и 46 окей только интересно где в нем скопировать ключ собственно а export public key и куда оно спортировало непонятно ну ладно здесь мы видим frequently used connections сразу unlock prodigy help можно справлять браузер вот ну в общем в целом так кстати забыл сказать что по-моему VX канал бот умеет форвардить иксы но я не знаю кто будет заниматься этим на андроиде икс да он бывает приятно если можно так пожелать nc не знаю мы пока выбор остается на VX канал бот он наименее наименее неприятный всех вот хотя он тоже да закрыт да он тоже закрыт в общем если появится mosh в канеп бот это будет для меня идеальный клиент VX канеп бот потому что именно там все заточено под управление собственно с андроида ну я не знаю наверное в целом все в принципе надеюсь что мы не оба всей страной любой из самых более используем с ВИЧ клиентом если вы знаете что-то лучше и то что чем не стоит пользоваться вы можете написать нам в комментариях до новых встреч в Кире ну что ж всем спасибо всем пока пока